Самые трендовые и модные головные уборы на холодный сезон, какие шапки, с какой верхней одеждой, более 200 фото примеров стильных современных трендовых зимних аутфитов с использованием теплых шапок. Обо всем этом говорим сегодня. Всем привет, меня зовут Елена Голанда, про пожаловать ко мне в гости. Давайте сегодня говорим о шапках, как создавать трендовые модные аутфиты, при этом оставаясь в тепле. Итак, начнем с самых теплых шапок, а именно шапки-ушанки. Самые трендовые варианты это дутые шапки-ушанки. Есть еще и классные варианты из искусственного меха, возможно из натурального меха. Вот так они выглядят на самых продвинутых модницах. Особенно мне нравится, что модницы-фашн-блогеры, которые живут в особенно холодном климате, не боятся сочетать эти головные уборы, носить на каждый день. Если мы говорим, с какой верхней одеждой, то прежде всего мне нравится сочетание, допустим, шапка-ушанка из искусственного меха плюс пуховик. Дело в том, что дутые куртки и пуховики стали уже настолько базовой вещью нашего зимнего гардероба, что иногда ее хочется чем-то трендовым разбавить, сделать ее более современной. И вот в таких случаях выбирайте теплые шапки-ушанки. Второй вариант, мне нравится сочетание шапка-ушанка плюс зимнее пальто. Если, допустим, у вас есть структурированное зимнее пальто на утеплителе, где плечо на месте или слегка объемное плечо, такие пальто идеально сочетаются с шапками-ушанками, потому что здесь у нас получается игра контрастов. У нас вещи из разных стилистических зон, классическое пальто, которое у нас отчасти ассоциируется с офисным стилем, и тинейджеровская, подростковая, хулиганская шапка-ушанка. Такие сочетания, вроде бы как бы, как нам кажется, эклектичные сочетания, зачастую выглядят самым современным образом. Если есть желание утеплиться, тогда шапка-ушанка плюс дубленка или плюс шуба. Меня часто спрашивают, можно ли сочетать в своих образах разные меха, то есть разные фактуры меха. Я всегда советую помнить об одном правиле. Допустим, вы можете сочетать одинаковую фактуру меха, но тогда желательно, чтобы оттенки были разные. И наоборот, если в вашем образе присутствуют два меховых изделия в одном цвете меха, тогда желательно, чтобы фактура меха различалась. Очень классно шапки-ушанки, которые можно завязать, ушки у которых можно завязать и сверху, и, допустим, на затылке и оставить свободными. То есть, если вы сейчас будете выбирать себе шапку-ушанку, лучше, чтобы у нее были какие-то фиксаторы в конце ушек или завязки, чтобы можно было по-разному ее завязывать. Шапка, завязанная, допустим, на затылке, это самый современный вариант, ну и в то же время самый теплый. Еще раз повторюсь, что дутые шапки-ушанки, это тоже отдельный пункт, обратите на него внимание. И под пункт, я бы так сказала, в первой категории, меховые шапки, это так называемые шапки-кубанки. Они у нас вызывают, скажем так, более такие ретро-ассоциации, поэтому будьте с ними аккуратны. Я предлагаю сочетать шапки-кубанки с оверсайзными пуховиками. Для того, чтобы создать вот это эклектичное сочетание чего-то максимально трендового и чего-то винтажного, сочетайте меховые шапки-кубанки с оверсайзными современными объемными пуховиками. Я точно знаю, что у кого-то из вас есть в запасах где-то по наследству от бабушек подобные шапки. Достаем и носим с объемной верхней одеждой. Лично я обожаю объемные меховые шапки зимой, потому что они здорово компенсируют силуэт. Зимой мы все превращаемся немножечко в колобка, нам нужно надеть много слоев и зачастую большая часть верхней одежды добавляет нам объема прежде всего в зоне плеч, в зоне декольте. И чтобы компенсировать вот этот большой объем в районе плеч, здорово надеть и большую шапку на голову. Потому что иначе, допустим, если у вас есть какая-то большая шуба или дубленка, или куртка, которая вот здесь выглядит очень объемно, если мы при этом, допустим, наденем какую-то балаклаву, которая сидит строго по лицу, по голове, то будет очень некрасивый силуэт выстраиваться, при котором у нас будет маленькая голова на фоне широких плеч. Но, кстати, о балаклавах мы тоже будем говорить в сегодняшнем видео. Второй пункт в моем видео это съемные дутые капюшоны. Лично я полюбила этот головной убор этой зимой, он удобный, он здорово утепляет, это что-то среднее между шапка плюс шарф. Самые классные съемные теплые дутые капюшоны это бренд Кос. Я вам сейчас показываю, в каких образах это может выглядеть. Ну, прежде всего, это, конечно же, плюс структурированное пальто, если, опять же, у вас есть зимнее пальто. Но я еще и обожаю сочетание съемного капюшона плюс дутая куртка. Особенно, когда дутая куртка в другом цвете. У нас получается эффект, как будто у нас многоцветная дутая куртка. Показываю вам свои образы со съемным капюшоном бренда Кос. Кстати, здесь оставлю ссылочку на это видео. Это было предыдущее видео у меня на канале. 10 аутфитов на холодную зиму. И там в нескольких аутфитах я надевала, кроме шапки, еще и этот съемный капюшон. Очень удобно, здорово утепляет. И, опять же, скажем так, мне нравится этот съемный капюшон тем, что он решает проблему шарфа. И в то же время, если у вас очень холодно, можно надеть классическую шапку Бини и еще и сверху этот капюшон. Кстати, у тех же Кос есть много съемных капюшонок и в другом цвете, и в оранжевом, и в темно-синем. У меня черный цвет. И еще у этого же бренда Кос есть классные съемные капюшоны с манишкой. То есть, с таким утеплителем на грудь и на спину. Они больше похожи на жилеты без боковых швов. Очень они мне нравятся. Они здорово утепляют. Вот, кстати, в таких вариантах можно надеть пальто и утеплить его подобным съемным капюшоном-манишкой. Очень классное решение. Кстати, да, у тех же Кос есть еще и из искусственного меха. И вот здесь, в этом пункте, я хочу вам показать антипримеры, которые я нашла на ламоде. Это съемные капюшоны из спортивного трикотажа. Это выглядит так, как будто это часть худи. Я обожаю худи с капюшоном. Я часто тоже надеваю подобного рода изделия на зиму и надеваю капюшон на себя. Но трикотажный съемный капюшон, честно говоря, выглядит очень куцей и очень недобротно. Поэтому вот такие примеры я бы внесла в антипримеры. Если вы хотите съемный капюшон, пускай он будет дутый, теплый, как будто это часть дутой куртки и пуховика. Бейсболки. Кепки-бейсболки. Да, я понимаю, что, конечно, такой головной убор сильно вас не согреет, но будет же весна, да? Она же будет. Все-таки скоро она будет. Поэтому, если вы хотите себе супертрендовый головной убор, возможно, не самый теплый, но самый трендовый, это будет бейсбольная кепка. Я вам сейчас показываю, как стилисты носят эту бейсбольную кепку. Самые классные варианты, это вот такие нейтральные матовые, серые, как будто из шерсти. Сочетание классное, прежде всего, с пальто. Кстати, серые кепки классные есть у премиального бренда Loro Piano. Но есть еще и достойные варианты у доступных брендов, таких, допустим, как BeFree. И, кстати, да, забыла вам объявить о том, что в каждом моем видео я всегда оставляю много ссылок в инфобоксе. То есть, все головные уборы, которые я буду показывать в этом видео, залинкованы в инфобоксе. Я специально перед тем, как готовить это видео, прошлась по всем магазинам, онлайн-магазинам, брендам и подобрала для вас только самые лучшие варианты, которые и залинковала в инфобоксе. Еще показываю вам вариант от Max Mara, просто вот для вдохновения, как выглядят классные современные зимние кепки. Итак, с чем носить? Ну вот, пункт номер один, это то, как носят нынешней зимой все стилисты, самые продвинутые яркие инфлюенсеры. Это кепка плюс винтажная шуба из натурального меха. Подобного рода винтажные шубы из норки или песца, это стрит-стайл тренд номер один. Давайте опустим тему зеленых за скобки. Пока что мы говорим просто сугубо о трендах. И если у вас есть подобного рода шуба, и вы ее хотите омолодить, потому что, конечно, она всегда выглядит очень статусно, хочется с нее сбить вот эту лишнюю статусную взрослую пыль, сочетайте эти шубы с бейсболками. Очень классное сочетание современить эти шубы, это добавить еще что-то спортивное. Допустим, шуба плюс бейсболка плюс спортивные брюки или плюс леггинсы или плюс кроссовки. Нужно найти хорошую современную формулу спортивных вещей и классических вещей. Вот так выглядят самые трендовые образы от фэшн-блогеров и стилистов. Еще хочу вам показать, как классно бейсболка сочетается с леопардовыми шубами. Кстати, да, у меня было отдельное видео про шубы и дубленки. Оставлю здесь ссылочку на него и там мы, в частности, с вами еще и говорили про леопардовые шубы. Чуть меньше мне нравится, как сочетается бейсболка плюс дубленка, но все равно хочу вам показать 4 образа, точнее, на самом деле, это 2 образа, 4 картинки, которые мне понравились вам для вдохновения. Ну и самая классическая беспроигрышная вариация, это пуховик, особенно удлиненный теплый пуховик, плюс бейсболка, допустим, челси на грубой подошве. Вот такой беспроигрышный вариант всегда классно будет смотреться, если вы делаете первые шаги и хотите только начать использовать этот трендовый головной убор. Если вы хотите утеплиться, есть классные модели из искусственного меха, из короткого, именно обратите внимание, что он как будто бы имитирует короткую стриженную овчину. Это такие бренды, как Reck & Bone, кстати, вот я считаю, что самые классные зимние кепки именно сейчас в текущих коллекциях у бренда Reck & Bone. Апарис и Изабель Моран, очень мне нравятся эти модели, у Изабель Моран она как будто бы флисовая, есть еще много, кстати, интересных вариантов и твидовых кепок, как у бренда Saint Laurent, оставлю все ссылки в инфобоксе. Но очень мне нравится этот тренд, к сожалению, лично мне бейсболка не идет, потому что прежде всего она хорошо садится на более вытянутое лицо, если у вас широкое лицо, то такая кепка вам не подойдет. И, кстати, да, хочу еще показать одно произведение, антипроизведение искусства, которое я нашла на Алла Моте, когда вам искала ссылки, вот это антипример, я даже не знаю, как это называть, кепка, я не знаю, что это такое, но вот, в общем, если вы будете где-то встречать какой-то головной убор, который явно вот вызвал какую-то фантазийную конвульсию у вас, то сразу с 99% случаев можно сказать, что это антипример. Балаклава. Если меня спросить, какой головной убор самый трендовый и самый популярный в текущем зимнем сезоне, я бы не задумывая сказала балаклава. Балаклава это вязанный трикотажный головной убор, который плотно сидит по голове, по всей голове, не имеет, скажем так, лишнего объема, и чаще всего снизу его можно надеть, повыше натянуть, повыше к носу, оставив буквально одну маленькую щелочку для глаз. Это подарок из горнолыжного курорта, откуда-то оттуда, но тут есть, конечно, свои нюансы. Это очень трендовая вещь, но с другой стороны, она на самом деле мало кому идет, потому что, кстати, здесь очень легко проверить, если вам идут зализанные укладки, если вы не любите объем на голове, тогда обратите внимание на этот головной убор. Из плюсов только то, что если она из достаточно теплой вязаной шерсти, в хорошем составе, то она будет хорошо вас согревать, спасать вашу кожу от сильного холода, мороза, но с другой стороны, они зачастую выглядят, ну скажем так, уж слишком трендово, знаете, вот прям слишком. Если говорить, с какой верхней одеждой, то, конечно, чаще всего мы встречали сочетание с шубами, но, честно говоря, если вы хотите попробовать такое сочетание, помните о том, что на голове у вас не будет дополнительного объема, скорее даже наоборот, объем будет меньше, потому что волосы будут прибиты. При этом, если вы, глядя в зеркало, видите, что верхняя одежда в районе плеч выглядит слишком широкой, то, конечно, такое сочетание будет смотреться слишком непропорциональным. Поэтому, если хотите сочетать балаклаву с шубой, выбирайте такую шубу, которая не добавляет лишнего объема в районе плеч. Ну или, допустим, это может быть и пуховик, какой-то классный пуховик, объемный пуховик, который, интересно, кстати, если он и по цвету будет сочетаться с верхней одеждой, тогда у вас будет создаваться вот этот эффект монохрома, и мы будем казаться чуточку выше. Если говорить, где искать, сейчас это абсолютно не проблема, потому что это самый трендовый головной убор, его пошили абсолютно все, включая Манго и Зара, все ссылки я оставляю в инфобоксе. Капор. Еще один трендовый головной убор, и, честно говоря, мне он нравится даже больше, потому что он более элегантный, более женственный. И, кстати, если мы анализируем тренды по географии, то, если можно сказать, что на Западе в Европе выстрелили балаклавы, то у нас все-таки мы тяготеем к капорам, как к более женственному головному убору. Он мне нравится тем, что он не прибивает объем на голове, то есть, если вы любитель объемных укладок и прикорневого объема, то капор идеальная вещь конкретно для вас. И сейчас их можно найти у многих локальных брендов, они их выпускают в хорошем составе, кашемиры, шерсти, махеры, шерсть мериноса, все самые интересные позиции я залинковала в инфобоксе. Если выбирать капор с достаточно высоким горлом, то, опять же, вы лишаетесь необходимости надевать еще и объемный шарф. Еще важное преимущество капора заключается в том, что его можно по-разному надеть. Допустим, если у вас вытянутое лицо и вы хотите его немного расширить, то вы можете натянуть этот капор пониже к бровям и тем самым вы как будто бы расширяете немного свое лицо, то есть, обрубаете как будто бы верхнюю часть головы. И наоборот, если у вас слишком широкое лицо, вы хотите его немного вытянуть, тогда надевайте капор так, чтобы была видна линия начала роста волос, тем самым вы слегка удлиняете ваш овал лица. Если мы говорим, с чем носить, я обожаю, как капор сочетается с шубами, с натуральными шубами, потому что капор, во-первых, это классная игра фактур, во-вторых, это не так скучно, как надеть шубу, допустим, с классической вязаной шапкой бини. И в то же время у нас еще и получается интересное сочетание трендовых вещей и классических винтажных вещей. Косынки. Особенно дутые косынки. Сейчас я вам показываю, как это все выглядит на блогеров, на фэшн-блогерах, на инфлюенсеров. Очень люблю дутые косынки, которые сочетаются с пуховиками или в другом цвете, или в том же цвете. И у нас классно идет сочетание вещей из разных стилистических зон. Пуховик у нас всегда сочетается с чем-то молодежным, спортивным, ну а косынка, завязанная по классике, у нас вызывает ретро-ассоциации. Сейчас, кстати, тоже можно найти много классных дутых косынок. Это для тех, кто хочет попробовать что-то трендовое. И, кстати, вот косынки тоже более-не менее, скажем так, лояльные с точки зрения коротких стрижек и объема на голове. Но особое внимание обратите на косынки из кашемира, из вязаного зимнего трикотажа, потому что они выглядят более элегантно и более женственно, чем дутые косынки. Их можно сочетать и с дубленками, и с шубами. Они выглядят очень мило и очень женственно. Обожаю сочетание трикотажной косынки плюс шуба. Если мы говорим, где покупать, есть несколько интересных вариантов, включая бренд Nanushka, очень интересный современный бренд. Все примеры я залинковала в инфобоксе. И последний трендовый головной убор, который я хочу вам показать, это меховые панамки. Дело в том, что они, ну, правильнее сказать, что это угасающий тренд. То есть я бы вам не рекомендовала сейчас покупать меховую панамку, если ее нет в вашем кардеробе. Но если она есть, мы ее с удовольствием продолжаем носить, потому что мы их очень много носили. Я свою первую меховую панамку купила года 3-4 назад. Сейчас я вам показываю свои образы из Инстаграм. Да, можно классно ее сочетать и на современный лад, и сейчас. Но в принципе я бы, конечно, сейчас не рекомендовала покупать какую-то дорогую меховую панамку на зиму. Да и кроме того, согласитесь, она не особенно греет. Если уж и действительно нужна какая-то шапка, которая по-настоящему будет согревать, пускай это будет аккуратная, не слишком объемная, аккуратная шапка-ушанка, допустим, из стриженной овчины. Все это были трендовые головные уборы. Если вы мне зададите вопрос по поводу бини, наверняка в комментариях будет вопрос по поводу классических вязаных шапок. Да, конечно же, однозначно да. Это самый базовый, самый беспроигрышный вариант головных уборов на зиму. Лично я в 99% случаях зимой ношу именно классическую шапку бини. Опять же, пересмотрите мое видео, недавнее видео на канале про зимние образы. Там во всех 10 образах была классическая шапка бини вязаная. Единственный момент, конечно, нужно понимать, как она должна выглядеть. Исключите своего картероба некогда популярные махеровые, очень объемные шапки. Они, конечно, выглядят устаревшими. Или наоборот, слишком тонкие, которые выглядят больше как презерватив. Если вы мне позволите произнести вслух такое запретное слово. В качестве примера я всегда показываю шапку бини бренда Акне Студис. Лично в моем картеробе есть 6 таких шапок в разных цветах. И это идеальная базовая модель, которая сочетается абсолютно со всем. Напоминаю о том, что ссылки на все показанные шапки вас ждут в инфобоксе. А я вам пожелаю теплой солнечной зимы. Обожаю, целую всех. Пока-пока. Приятно видеть, что вы все еще тут. Предлагаю посмотреть другое популярное видео у меня на канале. 10 реальных образов на холодную зиму. Какие сочетания, какие комбинации, какие силуэты. Кликайте на прямоугольничек в верхней части, чтобы посмотреть это видео. И другое интересное видео. Главный трендовый цвет 2022 года по версии Pantone. Какие сочетания, как его интегрировать в свой ежедневный стиль. Какие цветовые комбинации, что с чем. Кликайте на прямоугольничек в нижней части. Да, и напомню о том, что стоит кликнуть на колокольчик. Подписаться на мой канал, для того, чтобы не пропускать мои обновления.